Бог продолжает ощущать нас. Бог продолжает ставить все на свое место. Вначале Бог побуждал нас, для того, чтобы мы шли и взяли землю для Него. Вначале Бог побуждал нас делать то, что мы раньше не делали. Бог побуждал нас просто сражаться с исполнителями, с такими гигантами. Бог вдохновлял веру в нас. Бог да нам увидеть, что мы можем делать намного больше, о чем мы просим или помышляем. Бог просто открыл предели, Бог открыл границы, Бог просто убрал всякое разделение, всякие чувства неполноценности, как верующие. Бог это все разбил. И сейчас Бог ставит порядок в нашей жизни. Бог исправляет нас. И сегодня я хочу говорить на такую тему. «Принцип утверждения дела рук наших». «Принцип или принципы утверждения дела рук наших». Это ваша молитва, это моя молитва, чтобы Господь утвердил дела рук наших. Я бы хотела, чтобы кто-то взял микрофон, чтобы помогали мне читать местописание. Это молитва, это желание. Любой человек желает себе добра. Любой человек желает себе стабильности. Но никто не хочет колебаться. Все так хотят, чтобы все было уютно. Все так хотят, чтобы все было классно. Все так хотят, чтобы все получилось. Чтобы только подумали, и чтобы все осуществлялось. Давид тоже молился в Салом 89, 17 стих. Он попросил у Бога Салом 89, 17. Он попросил у Бога благоволение. Он попросил у Бога утверждение. Он попросил у Бога благословение. И это моя молитва. И это ваша молитва. Давайте прочитаем Салом 89, 17. И да будет благоволение Господа Бога нашего на вас. И в деле рук ваших с поспешиствуй вам. В деле рук ваших с поспешиствуй. Это молитва близко к любому бизнесмену. Это ежедневная молитва любой бизнес-леди. Чтобы было Божье благоволение. Чтобы было Божье благословение. Чтобы Бог с поспешиствовал. Чтобы Бог утверждал. В другом смысле, да? С поспешиствовать. Это значит утверждать, помочь. Ну, ну, ну. Ну, как помощницу. Помоги. Ну, не по моим делам Господь. Но давай, помоги мне. Вот это благоволение, помощь. Благодать от Бога. Это молитва. Потому что мы знаем, что не силой, не воинством, но Духом Святим. Мы знаем, что недостаточно, что мы знаем, как делать бизнес. Мы знаем, что это недостаточно. Нам нужна благодать. Нам нужно, чтобы Бог стал нашим партнером. Нам нужно, чтобы Бог как старший брат. Чтобы Бог как ведущее колесо. Колесо шел перед нами. Это молитва любого человека из нас. Мы хотим утверждение. Мы хотим передать богатство следующему поколению. Мы не хотим делать бизнес только для сегодня. Мы не хотим иметь богатство, пока мы живы. Нет. Мы оставляем наследие детям, детей наших. Мы открываем себя для Бога. Мы делаем большие вещи, которые больше нас. Вещи, которые больше дней наших на земле. Вещи, богатства, которые будут жить после нас. Мы не сосредоточены в себе. Мы не замкнули в себе. Мы знаем, что после нас будет поколение. После нас будут люди. И мы уже не думаем только о себе. Мы уже обнимаем мир. Мы уже говорим, привет мир. Мы уже говорим, мы избавители для мира. Мы уже говорим, что мы спасители для мира. Мы уже мечтаем. Мы уже действуем. Мы уже имеем видение на масштабе мира. На масштабе нашей страны. На масштаб нашего общества. Уже о себе не переживаем. Потому что, ну, это уже слишком мало. Поэтому это наша молитва. Бог, помоги. Бог, благоволи ко мне. Бог, помоги нам. И также в притче 14.23 написано, что от каждого труда есть прибил. От каждого труда есть прибыль. Мы знаем, что есть богатые люди. Есть успешные люди во всех сферах. Люди делают большие деньги на что угодно. На недвижимости делают. На транспорте делают. На производство в разных сферах делают. На мусор тоже делают. На прах, на пиль делают. Поэтому эта молитва актуальна. Надо просто, чтобы Бог спаспеществовал. Надо просто, чтобы Бог благословил. Надо просто, чтобы Бог был там. Поэтому мы поем песни, что Господь, я хочу быть там, где Ты. И я говорю, что я не хочу идти туда, где Тебя не будет. Потому что мы понимаем важность благоволения Бога. Мы понимаем важность благодати Божьей. Вот. И также это наша молитва. Это наше желание. И мы знаем, что мы служим Богу, который отвечает на молитву. Чем славен наш Бог? Чем интересен наш Бог? Потому что Он отвечает на молитву. Потому что Он есть слышащий Бог. Он слышит наши молитвы. Он слышит, Он видит желания наших сердец. И Он отвечает на эти желания. Бог отвечает на молитвы. Но я хочу, я говорю сегодня о бизнесменах и людям, которые открыты к инвестиции, людям, которые открыты, чтобы челюстник Бог приводил очень многие финансы в царство. Послушайте. Каждая молитва, молитва большая, имеет как минимум две грани. Молитва имеет как минимум две грани. Люди привыкли просто молиться. О Боже! Отче! Бог то делает. Бог то делает. Боже, спасибо! Мы привыкли к словесной молитвам. Мы привыкли читать молитвы. Мы привыкли приходить на ночную молитву и говорить, и говорить, и стоять на слове, и утверждать, и повелевать, и что угодно. Это одна грань молитвы. И то, это не первичная грань. Если мы посмотрим от Матфея 26, 41, я буду читать это время. В Матфея 26, 41, написано «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух, бод, плод же не можно». То же самое повторяется от Марка 13, 33. Смотрите. «Бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Потом от Марка 14, 38 стих «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Это повторение Матфея, да? И от Луки 21, 36, 36 стих написано. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь, избежав всех этих будущих бествий и пристать перед Сыном Божьим». Если вы обратили внимание, вы увидите, что бодрствование, бодрость идет даже перед молитвой. Иисус не говорит в этих местах Писания, что молитесь, а потом бодрствуйте. В четырех местах Писания Библии написано «Вы сначала делаете что-то, а потом молиться». «Не являйтесь передо мной пустыми руками, не приходите ко мне с нулевым отчетом. Бодрствуйте, а потом молитесь». У молитвы есть две грани, как минимум. По крайней мере, мне открыто сегодня две грани. И первичная грань, первая идет «бодрствуйте». «Делайте что-то, нам проще всего молиться, нам проще всего нарушать эти законы и полагаться на Бога, и молиться, и так поддеть, так ревностно молиться. Но написано «Вы бодрствуйте и молитесь, они идут вместе». Просто так молиться за свой бизнес, за те видения, за те откровения о бизнесе, о ресурсах, которые Бог нам дает, это недостаточно. Это необходимо, но это недостаточно. Это не есть полная молитва. Бодрствование идет до молитвы. Следить за хозяйством, за своим хозяйством, очень важно для того, когда мы будем молиться. Бог не есть Бог хаоса. Бог не есть Бог беспорядка. Он говорит, что все должно делаться, ну, чина, да? Как там написано в первой раке? Чина, да? И? Благопрестона. Точно, как это должно быть в Думе Божьем, так это все должно быть в личной жизни, так и это должно быть в вашем бизнесе. Бодрствуйте о своем бизнесе и молитесь о своем бизнесе. Пусть будет порядок, все будет благостойно. Пусть Богу не будет стыдно приходить в гос к вам, в ваш бизнес. Это бодрствование, это фундамент, это платформа для того, чтобы Бог утвердил дело рук нашим. Чтобы Бог благословил все то, что мы делаем. Кто согласен со мной, что молитва – это праведный акт, это благостойный акт, это, ну, угодно Богу, что когда мы молимся, это, ну, хорошая вещь, да? Это праведный акт. Это, ну, вообще, без молитвы мы никуда. Точно так же, как молитва есть, ну, благо, божий акт, да, праведный акт, точно так же бодрствование есть праведный акт. Когда мы вложим время, когда мы вложим усилия, чтобы бодрствовали, это тоже есть правильно, это тоже есть приготовление для молитвы. Почему Бог всегда отвечал на молитвы Иисуса Христа? Потому что Иисус постоянно бодрствовал. Иисус постоянно бодрствовал. Поэтому, когда Он уже молился, словесно, это просто уже есть вторая сторона. И Бог пришел, пошел, послал огонь на жертвенник, принял жертву. И Он ответил на все молитвы Иисуса Христа. Бог любит нас. Бог любит наш бизнес. Бог любит те идеи, которые постоянно рождаются у нас. Бог постоянно отвечает нам. Бог постоянно благословляет нас. Бог хочет, чтобы точно, как Он говорит Аврааму, что я сначала благословлю тебя, потом больше сделаю тебе благословением. Бог хочет, чтобы это тоже случилось с нами. Сначала Он дает нам хлеб наш насущный. Потом, сначала Он отвечает на наши нужды. Потом Он говорит, стоп, хватит. Я уже достаточно тебе накормила, да, ты у меня уже стал тучным. Давай, встань благословением для других. Он так видел нас. Он постоянно отвечает на нашей молитве, но часто причиной нашего неутверждения является отсутствие бодрствования. мы не способны удержать то, что Бог делает в нашей жизни. Мы все растрачиваем. Мы ничего не капаем, да, не копим. да, мы ничего не накапливаем. Мы ничего не накапливаем. Мы не бодрствуем. Мы знаем, как молиться. Мы знаем, что тем хуже, тем лучше. Типа, мы всегда можем обратиться к Богу, но Бог же хочет, чтобы мы выросли. Бог хочет, чтобы мы выросли. Бог хочет, чтобы мы познали Его. Бог хочет, чтобы мы познали Его сердца. И для утверждения нам нужна праведность. И как раз бодрствование говорит о правильных действиях, о правильных актах бодрствия. это уже то, что мы делаем. То, что мы делаем. То, что мы уже ставим на месте, чтобы все было хорошо. Давайте вместе со мной откроем притчи. 12 главу, 3 стих. Притчи 12, 3. Не утвердит... Не утвердит себя человек беззаконием. Корень же праведников неподвижен. Когда верующий, бизнесмен, который знает Бога, когда он бодрствует, фактически он делает правильный акт. Он принимает правильные решения. Он смотрит за то, чтобы все было правильно, чтобы все было по порядку, чтобы все было как удобно и угодно Богу. И в этом местописании, там написано, что если человек беззаконный, если человек допускает беззаконие, он не утвердится. Не утвердится навек. Но написано, что корень праведников неподвижен. Наш Бог неподвижный Бог. Непоколебимый Бог. И Бог хочет поднимать неподвижных бизнесменов. Бог хочет поднимать непоколебимых бизнесменов. Но это только на основании праведности. Это только на основании того, чтобы мы научимся бодрствовать и следить за состоянием своей праведности. Мы все хотим быть сильными. Мы все хотим утвердиться навек. Мы все хотим быть безопасными. Мы все жаждем прорыва. Мы хотим спокойно, утвержденно, упорядоченно жизни. Но если мы будем допускать беззаконие, мы этого не увидим. Наша жизнь постоянно будет скачок. Сегодня там, завтра здесь. Потому что не утвердится бизнесмен беззаконен. И почему я говорю это слово сегодня? Потому что мы с вами знаем, что большинство бизнеса грязные. Что большинство бизнеса в нашем мире, они не по принципам царства. Мы знаем, что большинство бизнесменов, они легко на допускание беззакония. Но Бог воспитывает, и Бог поднимает новую генерацию. Бог поднимает новое поколение верующих бизнесменов, которые ставят Бога на первое место. И которые верят, что точно как мы верим, да, в этой церкви мы не верим в секс до брака. Также Бог поднимает бизнесменов, которые не верят в беззаконных бизнесов, которые стоят, которые мы знаем, что можно делать честных бизнесов. Только таких бизнесменов Бог утвердит. И делая рук их на век. Беззаконие. Бог, помните, об Иисусе написано, что Он ненавидит грех. Он ненавидит беззаконие. Если мы хотим, чтобы Бог утвердил нас и в духовной жизни, и в личной жизни, и особенно в бизнесе, нам надо ненавидеть беззаконие. Написано, поэтому Бог помазал его. Наши помазания, наш успех, это не придет от людей. Это не придет человеческими руками. Если мы следуем за Божьими принципами, тогда мы должны знать, что именно и только Бог может благословить нас. Только Бог может вознаградить нас. Допустим, неверующие бизнесменов, они ничего такого от Бога не ожидают, поэтому они живут по местным мерам и получают самое лучшее от мира. Но когда мы выступаем против, когда мы ведем свой бизнес совершенно по-другому, это значит, что у нас другая сила, это значит, что у нас другая надежда, это значит, что мы надеемся на что-то неземное. И мы должны быть верны в этом. Беззаконие никого не утверждают, но корень праведника, корень праведных бизнесменов неподвижен. Принцип утверждения дела рук наших. Бог хочет, чтобы у нас получилось. Бог хочет, чтобы кто-то, как Он есть Бог прогресса, чтобы мы тоже пережили прогресс дела рук наших. Но этот прогресс приходит только через праведность. Без праведности ничего не будет. И я хочу, чтобы мы посмотрели список, открыть притчи 6 главу, 16-17 стих. Я хочу, чтобы мы посмотрели список, мезос, того, что Бог не любит. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость в душе Его, глаза гордые. Стоп, стоп. Первый, мы хотим строить прошлую жизнь. Мы хотим строить прошлое богатство. Мы хотим действительно быть достойными представителями Бога, даже в мире бизнеса, в сфере экономики. И Бог говорит, что если мы будем допускать глаза гордые, что мы не утвердимся. Бог противится, написано в Библии. Не имеет значения, сколько у тебя денег. Не имеет значения, сколько у тебя связи. Не имеет значения, что получилось. Не имеет значения, твои планы. Глаза гордые. Это мерзость перед Богом. Кто-то свидетельствовал, что в шоке, по-моему, это в Италии. Он был с нами в Сингапуре и в Индонезии. Он говорит, что он в шоке. Люди, которые могут, если бы еще есть раболепство, если бы еще продают раби, люди, которые могут купить тебя, твою семью, все свои имени, мелодиры. Он видел, как они простили, вели себя. Он видел, как они служили Богу. Он видел, как ты не можешь догадаться, что у них вообще есть деньги. Если мы будем допускать гордые глаза, мы не сможем утвердиться навек. Это мерзость. Бог захочет что-то делать, Бог будет приходить, а это будет мешать ему. Это мерзость. Он не может. Это будет не пропускать его. Особенно, когда у нас начинают появляться деньги, когда у нас что-то начинает получаться, мы начинаем смотреть на другие. Может, мы ездим в машине, крутые машины, уже начинаем смотреть интересно на те, кто не ездит. Может быть, мы одеваем по-модному, а кто-то подходит к нам не очень модно. Уже мы начинаем смотреть его сверху вниз. Знаете, как бывает, ты заходишь в дорогие магазины, а ты не успеваешь говорить здравствуйте, как тебе уже с голова до низу уже оценили, чтобы не знали больше, как с тобой разговаривать. Мы не должны быть таковыми. Особенно, если мы занимаемся бизнесом. Мы не должны судить людей по тому, как они выглядят. Никак, нельзя. воспринимайте всех одинаково. У нас должно быть кроткое сердце. У нас должно быть сердце креста. Кроме нашего бизнеса, мы еще должны иметь царство. И мы никогда не должны смотреть свисоко. Мы никогда не должны гордо смотреть на других людей. Мы должны знать, что один у нас отец. Мы должны знать, что Бог создал и того, и нас. Мы должны знать, что мы все зависимы от Бога. И если мы поборуем себе гордость, мы постоянно будем получать у Бога благодать для утверждения дела рук наших. Какой второй? Язык лживый. Это катастрофа. Дьявол лжец. Он отец всех лжецов. И наш мир почти построен на обман. И принцип макетинга, вот Анита нам говорила об этом две недели назад. И принцип рекламы, это все построено на обман. И я тоже когда-то говорила здесь, что когда вы предлагаете людям товары, или когда вы предлагаете людям бизнес, подписаться в то, подписаться в то, я тогда вам говорила, зададите себе вопрос, как вы видите этих людей через год? если вы не сможете ответить на этот вопрос, тогда надо задумываться. Когда-то человек подошел ко мне говорить, можно ли торговаться сигаретами, алкогольными напитками. И у него аргумент, все равно они на каждом углу. типа какая разница, если не я, другой неверующий человек. Но я объяснила человеку, что кроме водки и сигареты, есть другие товары, которые людям нужны. Неверующие у них нет выбора. Они не знают, как разделить левая рука от права. Но нам тогда дано знать таинство царства. Мы то знаем, что лучше. Мы то знаем, что послужить к спасению народу нашему. Даже если каждый день деньги валят с сигаретами, с водками, мы то знаем, что есть что-то, которое больше денег. Мы знаем, что цена искупления душ человеческой это больше любых денег. поэтому если мы хотим утвердиться навек, никто из нас конечно не может заниматься сигаретами. Ну я не курю, ну естественно никто из нас не может заниматься алкогольными напитками. мы не можем как верующие мы не можем заниматься вещами, которые разрушают душ людей. Достаточно нормальный бизнес. Достаточно мы должны подключаться к бизнесам, которые знаете поднимают людей, которые действительно спасают людей, которые действительно украшают и улучшают жизни людей. И эти бизнесы достаточно. И если нет, Бог силен через вас открыть этот бизнес. Лживый язык. Очень тяжело кому верить, потому что все говорят ложь. Почему? Потому что они хотят продавать. Есть целая школа, где учат людей продавать что угодно. Даже мочи могут продавать. Песок могут продавать. Что угодно. Секлогически подавлять. Так работать человеком, что ему не надо, но он купит. Но мы не таковы. Скажите своему соседу, мы не таковы. Мы не такие. Библия говорит, ваш да, да будет да, и не да будет не. Мы должны быть живыми свидетельствами. Недавно кто-то хотел мне предлагать один бизнес. Рассказали мне все об этом. И часто же ко мне подходят. И мы тоже уже научились. Кстати, помните на годовщине пастор говорил, вы несете ответственность за свои бизнесы, вы несете ответственность за свои инвестиции. Не говорите, ну, потому что пастор поддерживает, и поэтому я иду туда. Пастор, я по вашему слову. Нет. Пастор, это говорит на годовщине, кто слышал? Вы несете ответственность за свои поступки. И часто люди подходят ко мне, просто потому, что они знают, что у меня есть влияние, просто потому, что знают, что у моего мужа есть влияние. И недавно человек подошел ко мне с новым бизнесом. Но я же научилась. Я говорю, знаете, я никому не буду предлагать, пока я на себе не испробую. Я говорю, у меня нет совести предлагать другому человеку то, чего я не знаю. Я верю в вас, но все равно это моя ответственность проверить на себя. Поступайте точно так же. если вы не уверены, если нет свидетельства, пожалуйста, потому что у нас должны быть правильные руки, у нас не должны быть леживый язык или руки, проливающие кровь невинную. Понимаете, что это не это как метафора здесь, проливающие кровь невинную. Ну, это делают людям жертвами невинную. Просто наивные люди. Вы так его накрутили, и вы проливаете икру, вы убиваете икру. Мы не таковими. Следующий, 18 стих. Сердце, кующие злые замыслы. Если мы хотим утвердиться наверх, недостаточно, что мы не говорим плохо, недостаточно, что мы не обманываем. Важно помысли, замысли наших сердец. Это даже важнее, потому что то, о чем мы говорим, он берется отсюда. И как мы ведем берется отсюда, от помышления. Поэтому Давид сейчас молит, пусть мои слова и помышления, они как братья и сестра, они как идут вместе. Помышления и слова уст мои, они связаны. У нас же правильные мысли. Есть бизнесмены, которые мыслят, просто как обмануть. просто есть люди, которые мыслят, как зажать, сдирать от людей ни за что. Мысли на обман, постоянно. Они задали мозг, такой запрос на мозг, и он постоянно выдает им идеи, как осуществлять то, что они задумали. Но мы не такие. Даже в сердцах, в наших сердцах, как бизнесмены нового поколения. Мы должны думать, как же помочь каждому человеку, как распространять состу Божьей, как убрать бедность, как делать так, чтобы у всех были возможности образования, как вытеснить из рынка нечестивых бизнесменов. мы не должны быть кующие, которые улавливают всякие злые замысли. Злые замысли не должны найти проход просто так у нас. Кто-то понимает, о чем мы говорим? Следующее. Ноги, быстро бегущие к злодейству. мы не можем допускать этого, если мы хотим утверждение наших делов. Как как бы ни было привлекательно, наши ноги не должны идти туда. Первый салон. Помните, что написано первый салон? Давайте быстро пощем первый салон. Написано блажень. Блажен муж, блажен бизнесмен, блажен бизнеследи, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Мы должны знать, где мы ходим, мы должны знать, где мы стоим, и мы должны знать, где мы сидим. Поэтому правильно Джеймс Девис говорит на годовщине, что выбирайте своих друзей, прочистите своих друзей, вы будете точно через пять лет как ваши друзья выглядят. Поэтому поиск благодельных друзей. Ищите поиск, поиск. Мы ищем благодельных друзей. Мы ищем друзей, которые изменят наши жизни через петли. Библия говорит, блажение, когда мы не сидим там, когда мы не стоим там. Следующий мезус, 14 стих. Лжи... 19 стих? Да, 19 стих. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Это все, если мы допускаем это все в нашей жизни, мы не сможем утвердиться навек. И я хочу немножко сделать практическую часть, потому что у нас не как проповедь, у нас просто семинар для бизнесменов. кроме вот эти нежности, которые тут написаны в Библии. В настоящее время, если вы хотите говорить, надо выйти сюда и быстро. В настоящее время, с какими еще беззакониями мы сталкиваемся в наши дни в бизнесе? какие еще актуальные, пожалуйста, быстро, я не хочу, чтобы мы задержали, какие еще беззакониями мы сталкиваемся, чтобы те, которые не знают, чтобы они знали, мы должны помочь друг другу, потому что в миру нам никто не поможет, мы должны помогать себе, дайте ему микрофоны, какой еще беззакониями мы сталкиваемся, я думаю, беззаконие это не выполнение законов государства, я знаю христианские бизнесы, где работают и христиане, и не христиане, и им просто не платят положенную заработную плату, они не имеют социальной защиты положенной, и очень выглядит это для меня непонятным, когда говоришь, тебе положен больничный какой-то социальный пакет, ты должен иметь оплачиваемый отпуск, ты идешь на сессию, тебе должны обязательно оплатить, я же работаю у хозяина, а я говорю, а вы что, не читали кодекс законов о труде, в третьей статье написано, что эти нормы законодательства о труде, они обязательны для всех форм собственности, и тем более, когда бизнесом владеет христианин, и у него работают братья и сестры, я хочу сказать, дорогие мои, не прикрывайте царством Божьим беззакония, потому что, ну это царство Божье, мы же дети царства, дорогие мои, царство царством, но до захода солнца отдай плату, царство царством, но кодекс законов о труде нужно выполнять, если мы себя, они-то очень хорошо говорили об этом, как мы относимся к людям, которые работают с нами, и которые работают под нами, и сегодня много возможностей, вот, и СПД, да, это ЧП, там, человек, ну, зарегистрирует, зарегистрирует, ЧП, он работает с тобой по договору, он сам уже платит свои налоги, он сам уже обеспечивает свое будущее, он уже ни от кого не зависит, каждый человек может открыть свой ЧП, потому что еще другой проблем брат Владимир, это то, что все, фактически все же ищут, на кого перелаживать свои обязанности, понимаете, и обманутые, сами обманутые, допустим, рабочие хочет обмануть хозяина, хозяину, хозяин хочет обмануть рабочих, потому что рабочие не хочет взять ответственность, что стоит сегодня, что, если работаешь у кого-то, ты не оформлен официально, открой сам ЧП, и заработай свою социальную защиту, вперед, сам каждый месяц нести ответственность за себе, но, знаете, все еще, пусть за мне этот вопрос решает. Да, это вопрос, есть понятие действительно и частного бизнеса, и частного предпринимательства, но я сейчас именно говорю о том, когда человек вступает в трудовые отношения с работодателем, и я думаю, что этот вопрос, он должен быть отрегулирован, для того и существует кодекс законного труда, потому что, ну, не все могут быть СПД, не все могут ЧП, не все могут иметь бизнес, есть и наемные работники, поэтому я думаю, что это очень важный вопрос, и мы должны выполнять это, потому что мы показываем пример, эталон и стандарты в мире. Да, спасибо вам большое, спасибо. И притчи 16-12, давайте откроем притчи. Пожалуйста, быстро, быстро. Я бы еще назвала несколько актуальных таких проблем, которые просто сплошь и рядом в бизнесе встречаются. Это жадность, зависть и безответственность, но безответственность немножко в другом смысле, чем о том, что мы говорили. Жадность, именно жадность внутренняя, в сердце, она толкает бизнесменов на то, чтобы идти просто по головам у людей. Они хотят здесь и сейчас, они не могут быть верными в малом, они из-за этого не могут прилагать нужные усилия, делать то, что от них требуется. Именно это очень часто является причиной и злых замыслов, злодеяний и, в общем-то, и обмана. То есть люди хотят где-то быстро сорвать, и исчезнуть. Сорвать и ничего не знают, и ничего не видят. То есть это действительно очень часто встречается. И зависть. Люди не могут радоваться друг за друга вообще. То есть есть замечательные бизнесы, где лидеры обучают вообще радоваться друг за друга. Казалось бы, это естественное вообще отношение человека к своему ближнему. Но часто это очень тяжело дается. И люди просто внутренне завидуют, сами за этого страдают, и, в общем-то, потому они заблокированы для собственного успеха. Они не могут двигаться, все, они как в оковах. Безответственность. Я хочу сказать о том, что когда человек приходит в бизнес, очень часто он получает полную информацию, полные инструкции, действительно поддержку, заботу. Но как раз из-за этого обилия поддержки и заботы человек думает, что за него все сделают вообще. он как бы приходит в бизнес и ожидает, что за него все будут делать. Есть конкретные рекомендации, есть конкретные инструкции, шаги, но человек этого просто не делает. То есть он как бы сваливает ответственность внутренне на другого человека. И пока каждый не возьмет ответственность за свою жизнь и ничего не будет. Да, а потом это рождает то, что вот друг на друга наговаривают, вот я вступил, а что это за бизнес, мне ничего не получается, меня обманули, а на самом деле он не сделал элементарных вообще шагов. Если делать все правильно, бизнес строится просто. Спасибо, Маша. Спасибо. Притча 16-12 написано, мерзость для царей дела беззаконны, потому что правдой утверждается престол. Мы говорим сегодня об утверждении. Мы цари и священники, и не нам делать мерзости. Мы должны смотреть свой бизнес, мы должны смотреть свои жизни. И если будет какой-то след, то, что Богу не нравится, мы должны это исправить, потому что мы цари и священники просто недопущены. И то, что брат Володя говорит, несоблюдение закона, это тоже есть мерзость перед Богом. Несоблюдение закона. Я знаю, что да, с украинским законом бывает трудностью. Но вы знаете, что я знаю? Что нет нерешимых вопросов. если мы будем прилежными, если мы будем искать выходы, даже так получается, что в миру неверующие более быстрые на нахождение выхода, чем мы верующие. Потому что и неверующие тоже особо они не хотят нарушать закон. И поэтому Иисус говорит, что да, дети мира сего, они как-то мудрые, дети цесарства. И мы после сложной законодательной сложной консультации и мы находимся на вчерашнем уровне. На самом деле мерзость несоблюдения закона. Несоблюдение закона это мерзость перед Богом. Поэтому мы должны смотреть, мы должны изучать. Правильно вот Маша говорила, правильно брат Володя говорили, мы должны смотреть закон и соблюдать эти законы. И соблюдать эти законы. Мы должны взять ответственность за себя и за все то, что происходит вокруг нас. Аминь? Там написано, что корень праведного неподвижный. Праведный он будет как гора сиона, который не поколебается. Мы уже не будем открывать это местописание. Салом 124. Праведный это как гора сиона непоколебимый. Он стоит верный, потому что у него нет зависти, у него нет жадности, он работает над бизнесом, он строит его праведное. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово корень. Корень. Глубокая корень. то, о чем мы говорим, это не то, что я была на проповеди, была хорошая проповеди, я уже изменился. Нет. Мы только что говорили, что круг друзей определяет, кем ты будешь через пять лет. Это тоже говорит о корень. Минимум нужно пять лет для формирования характера, для формирования праведности, праведного образа, то, о чем мы говорим. Это наша постоянная работа над собой в течение нескольких лет, в течение долгих лет, чтобы это укоренилось в нас. Почему? Потому что постоянно есть штормы, постоянно есть новая ситуация, которая пытается двигать нас. Есть дьявол, кто ходит, как рыкающий лев, еще кого поглотить. Есть люди, которые давят на нас, хотя они хотят, чтобы мы оставили свои позиции. Поэтому нам надо быть как палма. У палмы очень длинная, очень стынная кореневая система. И почему мы ходим в церковь каждый раз? Почему мы работаем над собой? Каждый раз, когда у нас нет проблем, но мы работаем над собой, мы вернем Богу. Это все идет в нашу коренную систему. Это все укрепляет нашу коренную систему. Иногда вас спрашивают, а чего ты каждый день ходишь в церковь? Чего ты так все делай, когда тебя никто не видит? Якобы нет нужды, и ты все верно. Это все идет в пользу нашей коренной системы. Потому что успех это все будет зависеть от нашего коренного системы, и это поможет нас утвердиться. Дни трудностей у каждого бизнесмена бывает много трудностей. Но если у нас будет сильная коренная система, от всех их, Бог обязательно избавит нас, и как написано в 7 стих притч 12 главы, от дом праведник стоит, бизнес праведник стоит, делорук праведник стоит. Потому что постоянно обогащает, постоянно усиливает коренная система. Мы говорим о коренной системе. Бог смотрит на сердце, Бог смотрит на невидимую часть. Если мы хотим построить бизнес, который будет влиять на поколение, на детей, детей наши, нам надо построить сильную коренную систему для наших бизнесов. Мы говорим сегодня о беззаконии, мы говорим сегодня, что мы должны строить правильную жизнь, что мы должны строить правильный бизнес, что мы должны быть трудолюбивы, что мы должны быть прилежными, мы не должны иметь желание кушать хлеб в праздности. Многие готовы сегодня получить деньги ни за что. Благословим. Спасибо, Бог благословляет. Многие готовы даже не работать или чуть-чуть, там немножко. У меня хорошая работа. Два часа в день и все готовы на это. Но мы должны тренировать свой мозг. Очень много зависит от нашего мозга. И мы должны тренировать наш мозг быстро реагировать. быстро реагировать на зло и быстро реагировать на правду. Почему многие из нас мы терпим поражение? Потому что не всегда как я говорила не всегда все бывает в чистом виде или в грязном виде. Если бы все просто в жизни что я знаю это правильно это неправильно было бы проще. Но иногда бывают очень хитрые обстоятельства. такие переплетенные вроде правильно вроде неправильно вроде можно вроде не можно и именно здесь сейчас там мы сдаемся именно здесь сейчас там мы терпим поражение. Почему? Потому что у нас жадность. Потому что мы не хотим терять. Библия говорит что кто не готов потерять ради меня тот потеряет. и мы тут идем на компромисс. Библия говорит избегайтесь от всякого проявления зла. Убегайте от блюда. Избегайте от всякого от первого появления зла. Многие из нас мы терпим поражение потому что может быть 80% все классно. 80% это правильно. Это правильный бизнес. И мы компромиссируем на 20%. И потом дьявол приходит и потому что мы открываем дверь для него потому что мы не хотим отказаться. Но вы знаете что я видела на своем примере? Что если мы будем радикальными для Бога и да там 80% правильно но ты не уверен на 20% и ты говоришь нет Бога ради Бога ради имени своего я опускаю это я знаю что придет мой и как только мы это делаем Бог обязательно даст нам то что надо там где нам не надо идти на компромисс мы должны знать что Господня земля и все то что находится в ней мы должны знать что то что у нас сейчас это не последняя возможность дьявол всегда говорит все это последнее это ничего страшного типа больше не будет а мы должны знать что еще будет еще будет мы должны уметь отказаться мы должны уметь не продать наше первородство. Рука Бога не сократилась. У Бога очень много возможностей. У Бога очень много вариантов, чтобы благословлять нас. Потому что именно тут многие из нас качаемся. Качаемся. Жадность. Мы должны благодарить Бога за малое, которое у нас есть. Библия говорит, что верный в малом. Он поставит на многом. Мы должны испытать себя в маленьких вещах. Мы должны быть честными до копейкам. Мы не должны быть... Хотя мы бизнесмени, хотя через нас приходит очень много денег в царстве, но все равно мы не должны быть зависимыми от деньгами. Мы не должны быть зависимыми от денег. Потому что если это будет, они полностью испортят наши жизни. Мы не должны бояться терять. Наше дело постоянно думать, как угождать Богу, как правильно жить в этом злом мире. Бог обязательно даст нам решение. Потому что мы отключены к Богу. Бог наш партнер в нашем бизнесе. Мы должны постоянно думать правильно. Мы должны постоянно думать правильно. Постоянно думать правильно. Часто у меня бывают ситуации, ты решаешь, оно выглядит нерешаемо, но когда ты стоишь в позиции, я знаю, что с Богом возможно все. После десятого раза что-то рождается. Когда ты не сдается, ты переживаешь чудо. Наш бизнес, он должен быть похож на чудо. Знаете, что в миру есть все как бизнес-план, все как налажено. Пункт один, пункт два, пункт С, Д. это нормально, мы все начинаем с этим, но на самом деле наш бизнес, оно должно быть совершенно другое, чудо на чудо. Понимаете, ну, не бесплатное чудо, я имею ввиду, чудо от того, что ты доверяешь Богу, чудо от того, что ты веришь в Бога, и чудо от того, что открываются источники, потому что ты в долине плачи, не разворачиваешься, потому что ты в долине плачи, никого не обвиняешь, но ты в долине плачи открываешь источник. Люди думают, что быть бизнесменом не легко, нет, они сейчас попадаются в долину плачи, и там они открывают источники. Трудолюбие это не просто физическая работа, большая часть вашего трудолюбия должен заключаться brainstorming. Как это будет по-русски? Постоянно думать. Там больше работать умом, как мне лучше работать, если я пастор, как мне лучше быть пастором, если я мать, как мне лучше быть водителем, как мне лучше быть водителем, если я директор, работать больше умом, тогда быстрее будете работать физически. Больше задавайте себе вопросы здесь постоянно. Увидите себе картину, как вы хотите быть, увидите, как вы хотите, чтобы все двигалось и постоянно brainstorming. И сначала будут какие-то идеи, вы будете делать, и Бог будет улучшать, улучшать, улучшать. Сразу вы не найдете правильный ответ. И даже если вы найдете правильный ответ через три месяца, это уже не будет правильный ответ. Трудолюбие здесь, многие ленятся думать, не получается. У нас так не делается. Вот, и мы и плечо зажимаем, и руку разводим, нам не повезло. У нас ничего не получается. трудолюбие, это не только когда мы бегаем, трудолюбие, это когда мы утихаемся и познаем, что он Бог. И мы позволяем, чтобы Бог проговорил нашему мозгу. Есть анекдот, помните, да, что по-моему то самый дешевый мозг, что самый дорогой мозг это у баптиста, да, уверующего, потому что я не помню, оно не используем или что-то. Мы должны помнить, кто знает, о чем это анекдот чуть-чуть, я только не помню. Но у нас сейчас мозг харизмата не должен быть такого. Мозг, наш мозг должен работать. Мы должны меньше пожимать это плечо. мы должны меньше разводить эти руки. Написано вас не что-то руки надо поднимать к Богу. Они не знают. Они а что я могу делать? Наоборот, все ты можешь делать. Взять ответственность. Попробуй, смотри, что Бог может делать через тебя. никогда не сдаваться. Никогда не сдаваться. Поверь Богу и не жить обыкновенной жизнью. Давайте больше будем работать мозгом, думать, пробовать разные варианты. Есть свет в конце туннела, есть решение, нам просто надо пройти, нам надо прилагать усилия. Я уже говорил, что бодрствование это праведность в жизни, бизнесе. И если мы построим нашу жизнь на правду, если мы построим свой бизнес на правду, мы избежим многих обман, мы избежим многих разочарований, потому что все-таки праведность утверждает. Именно праведность нас утверждает. Думать больше о своих клиентах, думать больше о твоем партнере. Именно праведность помогает нам думать о других больше себя. Если мы хотим строить бизнес, который будет жить после нас, мы должны думать о других больше себя. А кто будет заботиться обо мне? Наоборот, когда вы думаете о других больше себя, там уже заложен забота о вас. Просто вы не видите. Когда вы думаете о другом лучше вас, автоматически вы уже обеспечиваете себе. но когда вы думаете о другом меньше себя, вы обкрадеваете себе. Это принцип развала, это принцип уменьшения. Бог самый мудрый Бог, и нам надо поверить его. Притчи 12, 13 стих и 21 стих мы уже не будем читать. Мы увидим, что именно это бодрствование, правильный образ жизни сделает нас плодовитыми. И именно это поможет нам построить в нас крепкий дух и поможет нам победить любые обстоятельства. Он даст нам здоровье. Он принесет истину в нашей жизни. Наш бизнес, я не помню, если Анита говорила об этом в прошлом раз, наш бизнес включает те слова, которые мы говорим и наши отношения. Слова, как мы относятся к людям. Иногда мы привыкли, что начальники плохо относятся к подчинениям. Но вы знаете, я видела, и подчиненные не тактичны, не воспитаны тоже. И там, и там. У нас должно быть правильное отношение, у нас должно быть правильное использование слов. Мы должны постоянно работать над собой. Гордость никого не украшает, ни начальника, ни подчиненного. Если подчиненный гордый, это ни к чему хорошего. Если начальник гордый, это мерзость, это принцип развала, это нам не поможет. Заканчиваю. давайте научимся быть трудолюбивыми. И помните, не только руками, но мозгам. У нас мозговые ресурсы большой. Достаточно, чтобы мы могли исполнить Божье видение на нашей жизни, включая финансовое, которое Бог дает нам. Дорогие братья и сестры, дорогие бизнесмены, давайте научимся быть трудолюбивыми, думать. Почему бывают испытания в нашей жизни? Это чтобы мы могли думать. Когда ты уже не можешь идти, ты привыкла бегать, принести, принесла, положи, положи, а сейчас когда уже все, ты не можешь принести, ты стоишь, утихается. Думать. И Бог даст новое день. мы должны быть прилежными. Прилежность отличит нас. И это во всех отношениях. В семейных отношениях, к карьере, бизнесе, духовной жизни. Вообще тут невозможно их делить. Если мы будем работать над собой, эти качества уже будут с нами. И не имеет значения, чем мы занимаемся, где мы находимся, в Нигерии или в Украине, в Америке. не имеет значения. Если научиться правильно, правильные отношения, и это и будет в семье, это и будет в бизнесе, вообще лицемерия не будет, у тебя никогда не будет проблемы. Итак, заканчивая, пишите, трудолюбие, включая работа с мозгом и прилежие, прилежность, это самое ценное умение и имение, которые могут быть у нас. Трудолюбие в полной форме и прилежность, это самое драгоценное, это самое ценное имение, которое у нас может быть. Итак, бодрствуйте и молитесь, и вы сможете построить бизнес, и вы сможете оставить наследство, которое будет жить после вас. Не зря Бог призвал нас искать его, не зря Бог хочет доверить нам финансы мира всего, но чтобы это просто не было событий, но чтобы это было наследство, чтобы это иметь сильной коренной системы, мы должны уметь бодрствовать, мы должны уметь защищать, мы должны уметь положить на твердое основание все то, что Бог допускает в нашей жизни. это через праведность, праведность включает в себе трудолюбие, прилежность, меньше зажимать плечо, меньше разводить руками, а больше говоря, все смогу в укрепляющей мне Иисусе крестей. Давайте станем. Давайте станем. Кто понял что-нибудь сегодня, только это может изменить нас. Мы не хотим просто прийти в цех, мы не хотим просто делать бизнес, как все. Мы хотим изменить экономику страны, мы хотим изменить экономику мира, мы хотим чтобы мы правильные люди, правильные. Это звучит как слова, если мы будем все делать правильно, тогда мы не поверим в то, что Бог сделает через некоторое время. Я хочу чтобы вы еще раз посвятили себе Богу, еще раз посвятили свой бизнес Богу. Если вам надо каяться за какие-то неправильные отношения, за какие-то расслабления в какие-то части, попросите у Бога прощения. Еще раз отдайте ему свой бизнес, отдайте ему все то, что вы имеете, посвящайте ему, и дайте ему обещание, что вы будете трудолюбивыми, скажите, что вы будете прилежными, скажите, что вы будете верны в малом, скажите, что вы не допустите беззакония, скажите, что вы будете сохранить правильное сердце, скажите, что вы будете больше доверять Богу не жили людей. Господь, я благодарю Тебе за сегодняшнюю возможность, спасибо за слово, которое отрезвляет нас, укрепляет нас и помогает нам идти по правильному пути. Я благодарю Тебя за принципы праведности, принципы трудолюбия, прилежности. Я благословляю каждого человека, каждый бизнес и молюсь, да будет Твое благоволение на них. Спаспесчествуйте их, Господь, утверди дела рук их, особенно, когда они убирают беззаконие и посвящают Тебе их бизнес. Спасибо Тебе, Господь, что глаз еще не видел, ухо еще не слышал, еще не пришло никому в сердце то, что Ты приготовил для каждого человека. Спасибо Тебе, Иисус, и мы обещаем Тебе, Господь, Тебе, Продолжение следует...